Салют, друзья! Меня зовут Артемий Троицкий, я незнайка на Луне. Сегодняшняя передача у нас будет посвящена популярной теме, теме кино, а также фотографии. И в гостях у меня сегодня тут, среди лунных кратеров, Арво Ихо. Арво Ихо, здравствуйте! Добрый день, Артемий! Скажу сразу, что Арво Их один из самых известных и значительных эстонских кинорежиссеров. Он же иногда и сценарист, и продюсер, лауреат государственной премии СССР, кстати говоря. В общем, есть что вспомнить. Есть. И начнем мы, с вашего позволения, Арво, с эпизода очень раннего в вашей карьере, но он настолько же ранний, насколько и значительный. Я имею в виду то, что вы работали стажером, фотографом, насколько я понимаю. Стажером. На съемках великого фильма «Сталкер» режиссера Андрея Арсеньевича Тарковского. «Сталкер» режиссера Андрея Арсеньевича Тарковского. «Сталкер» режиссера Андрея Арсеньевича Тарковского. Я с Тарковским встречался и три раза. Впервые я попал к нему в павильон, так, полутайно. Я проходил практику на студии «Моффильм», производственную практику. И тогда они снимали с Рербергом как раз в павильоне «Моффильмовском» картину «Зеркало». Поскольку я был на производственной практике, мне позволялось заходить в лаборатории, везде лазить. Извините, пожалуйста, маленький уточняющий вопрос. Вы оказались на «Моффильме», на производственной практике, потому что учились в Афгике, так? Да, правильно. А на каком отделении? Я учился на операторском факультете, поэтому мне действительно все двери были открыты. И лаборатории, и звуковые, и все-все-все. И особенно съемочные площадки и павильоны. Я там хорошо узнал, что Панфилов в это время работал, и Тарковский работал в это время. И так я тихо, полез и посмотрел в течение двух дней, как они снимали, как готовились. Ну, в том числе и великий оператор Рерберг. Георгий Рерберг, конечно. И великая актриса Маргарита Терехова. Там я, так сказать, платонически влюбился в нее и думал, как-нибудь в будущем, может, мне удастся снять ее. Так и получилось. Вот. Да. Второй раз. Фильмя только для сумасшедших. Да. Но я его предпочитаю называть «Сестра милосердия». Она имеет двойное название. Второй раз, когда Андрей Арсеньевич Тарковский приехал в Таллин показывать в 1975 году свое зеркало, директор студии уговорил Тарковского быть художественным руководителем трех молодых киношников. Это Петер Сим, Петер Урбла и Арвоиха. Мы тогда снимали свой первый сборник «Новелл». И Андрей Арсеньевич действительно был худруком двух из этих «Новелл». И поскольку я был оператором всех трех «Новелл», то мне с Андреем Арсеньевичем пришлось больше всех общаться. И был совсем другой образ человека. Когда он выступал публично, он был такой строгий, чрезмерно серьезный. И когда он был на площадке, он был нервный весь. А с нами он вел себя очень хорошо в этом смысле, что он был простой, не такой великий, на Катурных. Даже рассказывал анекдоты иногда. Но самое характерное, что он нам сказал, это было, «Ребята, я снял пять с половиной фильмов больше, чем вы». Мы еще ноль сняли. Используйте меня. Учитесь профессии. И действительно, вот так по-простому, без большой дистанции, он нас учил. Очень большая польза. И вот третий раз по-настоящему уже в течение двух лет мне выпало счастье быть, присутствовать на съемках «Сталкера», который переснимался два с половиной раза. Так, внимание! Секунду! Секунду! Это самое, да? Застелку. То есть это самое все главное. У меня где-то дубль, два, три, длинный, сто метров, двести. Мне это совершенно... Когда у меня были свободные дни от наших съемок, я все время присутствовал на съемках. И не только на съемках, но и общался и в гостинице, и в других местах. Так что вся эта атмосфера создавания «Сталкера» мне была очень с близкого расстояния. Возможно, было окунуться это. И тайком я начал фотографировать. Это действительно тайком. Ага, то есть это была ваша самодеятельность? Это моя самодеятельность. Я думал, что вы были просто штатным фотографом. Нет, ничего подобного. Штатным фотографом был Мурашко, кажется, Геннадий Мурашко, фотограф Мосфильма. Но это известный фотограф. Известный фотограф, конечно. И он очень ревниво следил, чтобы никто не снимал там. А я тайком снял половину пленочки черно-белой, отпечатал карточки 13 на 18 и показал Андрею Арсеньевичу Тарковскому. Он оценил, он сказал, хорошие снимки, совсем другой подход, чем у Мурашко, киношный подход. Использование пространства другое. Давай, снимай. Но смотри, когда Мурашко на месте, в этот момент не снимай, потому что он устроит скандал. Официально это его право снимать все. Еще снимали два парня из операторской группы тоже, ну как бы любители. А поскольку мне Андрей Арсеньевич сам лично сказал, что снимай, когда Мурашко нет, я и воспользовал этим. У меня был тогда аппарат Хасах и Пентекс с двумя объективами. Аппарат очень хороший для тех времен. Очень хороший для тех времен. Вообще своя история. Редкая история. Это я снимал во ВГИКе три фильма финскому режиссеру, за два которых он получил призы. И тогда мы сделали шух, не глядя. У меня был федик маленький, где был, естественно, Феликс Эдмундович Дзержинский. На этом федике у меня был русский суперширокий объектив «Русар». Я ему байку рассказал, что они действительно производились, ведь колонии имени Дзержинского, там, где Макаренко в свое время писал и учил. И я говорил, этим аппаратом снимал сам Дзержинский. Лапшу вешал. А он был финский коммунист. Он так загорелся с желанием получить. Я говорю, шух, не глядя, ты мне свой «Осахи Пентакс», а я тебе аппарат Феликса Дзержинского. Так и сделали. Да, про аппарат Феликса Дзержинского обычно рассказывают анекдот в виде именного пистолета, который иногда дарят сотрудникам КГБ. Вот так. Да, и значит, снимали вы два года всю эту историю. Это было июнь 77-го года. Потом, с течением времени, уже когда возникли проблемы, но проблемы какого толка, сначала жена Андрея Арсеньевича пожелала играть роль жены сталкера. А Рерберг, такой прямой, как он был, говорит, ну слушай, мы же сделали хорошую пробу с гениальной актрисой, а тут случайный человек хочет играть. Конечно, это отношение Рерберга дошло до Ларисы Павловны. Она возненавидела Рерберга. Вот. И... И с Рербергом пришлось распрощаться. Не так, это просто. Просто там был еще момент, что на этой картине Тарковский взял новый стиль репетирования. Он делал репетиции и разведение мизансцены, лично глядя через камеру. Когда на зеркале работали, такого не было. Он разводил мизансцену, Георгий Рерберг смотрел в камеру и все. А тут оказалась ситуация такая, что Георгий Ивановичу как бы делать нечего, кроме как ставить свет. И он, естественно, был как-то ущемлен. Его чувства, достоинства, все были ущемлены. А что мне тут делать? Я что? Главный осветитель только. И начались унитрения. А поскольку Лариса Павловна капала все время на мозги Андрею Арсеньевичу, что Рерберг такой плохой, такой всякий, напряжение возрастали. И настоящая катастрофа разразилась, когда в середине июля месяца 1977 года они получили огромное количество брака. То есть они снимали на новом кодеке, так называемый горячий кодек. Это новая пленка, где вместо 20 градусов проявки было 24 градуса температура проявки. И еще три картины на Мосфильме снимали на этом. Люди, которые снимали там, в Москве или недалеко, они сразу узнали об этом, что нарушен режим проявки. И идет очень плохой цвет. Такой буроватый, как будто ржавчина. Место черных теней ржавые, красновато-ржавые тени. Нету насыщенности цвета. И как будто даже вескости. Это все из-за того, что проявляли при неправильной температуре, да? Нет. Там похитрее фишка. Главный инженер Коноплев купил большую партию по подходящей цене. То есть уцененная партия кодека была, но поскольку у них процесс был другой, чем у так называемого холодного кодека. Он сэкономил. Он сэкономил, я не знаю, сколько долларов. Но он не купил химикаты для последней отбеливания, это называется. И получилось так, что нарушен был технологический процесс проявки. Оператор Владимир Нахапцев, который снимал в Москве, он сразу это увидел уже на четвертый день. Они же на каждый второй день получали материал. А тут Тарковский с Рербергом работали полтора месяца. И когда они получили эти две тысячи метров брака, вот это была катастрофа. Тогда все, остановили съемки. Тогда уже абсолютно не было хорошего контакта и взаимосотрудничества между Тарковским и Рербергом. Приостановили съемки. Это было где-то около 20 июля, 22, кажется. И уехали они в Москву. Там поменяли оператора. Новым оператором стал Леонид Иванович Калашников. И новым художником Шавкат Абдусаламов. И вот, когда он был у нас худруком в 1976 году, Андрей Арсеньевич, он говорил мне, не знаешь ты таких ландшафтов, где ощущение, что тут произошла какая-то катастрофа. Я говорю, знаю. Я повел его туда, Лас-Наме. Там был порядка 30-летней давности карьера, откуда известняковый камень брали. А за 35 лет оно обросло мхом. Туда свозили испорченные железобетонные детали, когда строили Лас-Наме. Представляете, там такой вроде спокойный ландшафт. И вдруг какие-то стальные ржавые конструкции поднимаются из земли. А в другом месте вообще поднимается бетонная лестница, которая не ведет никуда. Андрею Арсеньевичу понравилось это место. Там пруды, утки плавают, кусты, деревья. Недалеко совсем, полтора километра от центра Таллина. Он говорил, хорошо, но знаешь, мне нужен пейзаж, где вот это ощущение катастрофы чуть менее заметно, чем здесь. И тогда начали думать, где еще есть промышленное здание, которое оно в нерабочем состоянии. И мне кажется, что это была Вероника Бабосова, которая направила русская женщина, которая работала директрисой картины в таллинт-фильме. Может, она посоветовала поехать в Ягала. И там они вот верхнюю станцию, которая была разрушена во время Второй вировой войны, нашли они. Потом 300, 200 и 300 метров от гостиницы Веру сразу начались их районы. То есть главное место съемки был объект Роттермани-Кварталь. Квартал Роттермани, который от гостиницы Веру 300 метров. Там они очень много снимали. Потом, сейчас там находится рыбный рынок, Калатурк. Там они снимали, например, сцену, где встречаются сталкер и писатель. И там Файме Юрна, эстонская красавица, которой писатель предлагал. Вот, милая дама, она согласилась поехать с нами в зону. И тогда сталкер сказал тихо на ухо этой красавице, что, мол, и уехала даже шляпа писателя на Альфа-Ромео. Кретин! Все-таки напились. Я? В каком смысле? Я вам честно скажу, что в первый год, в июне месяца 1977 года, Тарковский не был готов к этой съемке. Потому что ему только в январе отказали от возможности снимать «Идиота» Достоевского. Он еще не успел перестроиться. Сначала была идея, что давайте-ка снимем такую легкую фантастику, которая не очень дорогая, одна серия, быстро сделаем, все. И начали. В июне месяце начали. Но чем дальше, тем больше стал нервным Тарковский. Потому что тот полубандит-сталкер, который от Стругацких идет, он был такой полубандит, который зарабатывал деньги на людях, идущих в зону. А это же не из героев Тарковского совсем. И он начал это подспудно чувствовать. И к середине июля было абсолютно понятно, что он не любит такого героя, полубандита. Там были в начале сцены, у меня есть фотографии даже, где сталкер избивает, например, писателя. А с течением времени Аркадий Стругацкий был в Таллине, сидел в гостинице. И все время Тарковский требовал от него переписывать все по новой и новой сцене. Мне не нравится этот ваш сталкер. Ну а что тебе писать? Не знаю. Перепишите другого сталкера. И в конце концов у Стругацких гениальная идея возникла, что он-то хотел идиота делать. Давай-ка мы сделаем ему юродивого. Вот и получилось. Потому что поначалу у них были еще конкретные даже имена. Сталкер был Аллан, как у Стругацких. А тут стал писатель, стал ученый, стал сталкер без имен. И история превратилась как бы в притчу. Ну и как стала дальше после этого складываться ваша карьера? У Тарковского вы научились профессии. И эти знания, естественно, надо было уже применять. Вот, кажется, первый ваш полнометражный фильм, который вышел, он стал очень популярным. Это игры для детей школьного возраста. Субтитры создавал DimaTorzok молодежный роман, который назывался «Приемная мать». И там дело шло в школе-интернате. И, как ни странно, школа-интернат был тот, тот же, где я жил три года. Школа-интернат в Раквере. Мы знали эту «Катри» и «Приемная мать», эти два романа, мы знали наизусть их. В той же школе была писательница. Годом раньше она там была, собирала материал. И теперь Энн Реккор, директор студии, предложил Лейде снять вот фильм на основе этого молодежного романа. Вы представляете, Лейда мне делает предложение, я буду о своей жизни снимать. Вот. И я сразу предложил, что давай поедем туда, в эту школу. Я свел Лейду со своими одноклассниками, с кем мы вместе жили. И там одна девушка, Дейзи Абрамова, дала нам прочесть свой дневник школьного времени. Она была у нас примус в классе, но в жизни она не приспособлена. Вот. И когда мы прощили этот дневник, мы ездили троем. Лейда Лайус, сценаристка Марина Шептунова из Москвы и я. Мы объехали все школы-интернаты и детские дома Эстонии. И вот тогда у нас возникла такая идея, что нет смысла снимать в 64-й год. Что настолько изменилась эта жизнь детей в этих школах, что надо снимать про современность. И Марина Шептунова на основе характеров романа «Приемная мать» написала совершенно современную историю. Схема характеров та же, приблизительно схема действия та же, но антураж ведь в 84-й год. И история с дневником, она тоже появилась только в сценарии. Да, тоже из-за того, что это из жизни. Вообще в этом фильме очень много реальных жизненных сцен из нашей школы. И там получилось так, что у меня был очень хороший контакт с детьми, потому что я сам как бы кишками знал эту жизнь. И был такой вариант, что мы как бы два режиссера были. Лейда, она классическая школа режиссер, литературная школа, а я как бы больше от жизни. И получилось так, что на половине пути, когда было снято процентов 50 материала, директор киностудии «Талентфильм» спрашивал у Лейды, «А как такой новый стиль у тебя? Все по-другому. У вас там рок и джаз, музыка играет, и вообще что это такое?» Тогда Лейда сказала, что «Ну, в принципе, Арва у меня не второй режиссер, а равный партнер, что я не только оператор, но помогал разводить меня на сцену». Мы работали как? По сценарию, вечером Лейда готовила сцену, прорабатывала диалоги. Утром, когда мы вышли на площадке, там работал уже я. Я применял очень много музыки. Боб Дилан, Джанис Тёплин, Ритмен Блюз. Такие вещи более жесткие, более грубоватые для слуха Лейда, конечно. И мы разводили мизансцены. Я сам снимал с плеча в основном, чтобы дети чувствовали себя максимально раскрепощенными. Никаких там линий мелом на полу, как классическая система разведения, ничего подобного. И даже текст, который был написан в сценарии, дети говорили как в жизни. То есть мы включили такой детектор лжи. Не допускали ни грамму лжи. И вот так сняли очень быстро это кино. Ну, кстати, фильм такой и получился очень честный и естественный. И видно, что, кстати, снято всё ручной камерой, а не на рельсах. Не классический. Да. И он имел очень большой успех, причём имел успех во всём Советском Союзе. Более того, вы получили за него государственную премию. Это было неожиданно, наверное. Это очень неожиданно. Дело в том, что, когда мы начали снимать, это было апрель месяц 1985 года. И отсняли... Как раз начало перестройки. Тогда здесь никакой перестройки не было. Не дошло ещё. Это в апреле стал Горбачёв у власти, а это нигде не распространилось ещё по вертикали власти. Сняли мы в основном до середины июня всё. И когда мы собрали этот материал и пошли в Москву, мы такую узбучку получили. Там так называемые партизаны были в Госкино при власти ещё. Мы такую узбучку получили. Нас сразу заставили выкинуть 6 минут из начала картины. Многие диалоги приказали изменить. Мы получили 16 разных поправок. Приехали домой, обсудили. До сняли. Финал весь. Вот это такое... До сняли или пересняли? До сняли. Их с этих сцен не было. Мы подумали просто, как сделать так, чтобы получила всё-таки не конкретная только история, но обобщение, выход героини за эту жёсткую советскую систему закрытого заведения. Тюрьма, школа-интернат, они все модельные учреждения. И вот мы придумали вот это, выход за пределы этого через как бы детскую шутку. И когда мы снова поехали издавать в октябре месяце, уже заменили в Госкино людей. И стал новым начальником кино Армен Медведев, человек Горбачёва. И получилось так, что когда они посмотрели, Армен Медведев сказал, поздравляем, ребята, это первый фильм перестройки. Вот. И было очень удачно. Вот мы попали вот в это время, когда уже... А иначе это положили бы на полку. Вот и получилось. По Советскому Союзу за первый год проката 11,2 миллиона зрителей было. Это небывалый успех просто. Но новое время, фильм в духе нового времени. Попали в точку. Да, да. В правильном месте, в нужное время. А почему такой произошел долгий перерыв между первой и второй полнометражной картиной? У меня. Да, ваша вторая картина, это же «Сестра милосердия», да? Нет. Нет. Наблюдатель. А, еще был наблюдатель. Но вот этого фильма я не видел, к сожалению. В 87-м я начал картину по сценарию той же Марины Шептуновой. Я очень любил «Север», она любила «Север». Она в качестве... А, это фильм, где действия происходят в Мурманске, по-моему, да? В Кандалакши. В Кандалакшском заливе на острове Великий. Там 24-летний эстонский студент едет изучать морских птиц. И там возникает история любви и ненависти с местной женщиной, которая там лесниче природоохранной территории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там только два артиста играют. Я хотел сделать очень-очень простой фильм, чтобы было минимум актеров занятых и очень много природы. Так и получилось. Порядка 70 тысяч птиц у меня работает там и два артиста. И получился... Конечно, я был недоволен. Я, ну как всегда, планируешь гораздо больше и глубже, но по разным причинам не получается все. У меня большую роль там была критика советской армии, как они браконьерствуют, стреляют там в северных оленей и всякое такое. Это не получилось сделать. Но все равно, несмотря на все тяжести, мы снимали действительно... Вся группа была 8 человек, представьте. Это как любительское кино снималось. Без освещения, только рефлекторами. А суть дела была в том, что я хотел уехать подальше от начальства и снять так, как мне действительно хочется. Сначала там была Нина Русланова в главной роли. Мы снимали 8 дней. А мальчик, парень, эстонец, он плохо говорил по-русски. И Нина Русланова на 8 день напилась. Она же хорошо подавала. И устроила такой скандал, что мальчик уж совсем испугался, артист. И убежал в лес, и начал 12 километров через лес и болото, и идет в сторону Таллина. Оттуда, от севера Скольского полуострова, пешочком по шпалам. Ну, в общем, пришлось остановить это производство, потому что Нина Русланова меня обманула. Оказывается, у нее на Ленфильме 6 серий телевидения ждет, телевизионная серия. А она мне говорила, ей так понравилась роль, что она 3 месяца свободна. Пришлось остановить съемки, приехать в Таллинн, найти новую героиню. Новую актрису я нашел за 3 недели, и мы начали снова снимать. Вот тоже так нелегко, похоже, как «Сталкер» Тарковский хотел очень простой фильм снять. Я хотел очень простой фильм снять, и тоже вот с такими передрягами. Ну, получилось так, что международный он сразу получил большой успех. Сразу пошли международные премии. Одна только эта картина «Улыбайся, детка» получила у нас, кажется, 8 международных премий. А следующий вот «Наблюдатель» очень хорошо пошел в Италии, во Франции много. Я получил действительно много премий. И тогда уже предложили продолжать в качестве режиссера. И вот тогда на сценарии той же Марины Шептуновой я снял «Сестру милосердия» тире «Только для сумасшедших». С Маргаритой Тереховой главной роли. Да, сбылась ваша мечта. Да. Я знаю, что многие считают его вашим самым главным фильмом. Может быть. Это был год 90-й. В Эстонии были очень сильные настроения выйти из Советского Союза. Конечно, мне это очень близко к сердцу. Но был один момент, который меня сильно раздражал. Что люди начали судить других людей по признаку национальности. Если ты русский, значит, ты заведомо плохой человек. Вот это меня раздражало. И это был мой протест в каком-то смысле, что наши люди не смотрят на человека, а смотрят на клеймо. Так сказать, русский плохой, украинец плохой. И вот против этого, против этой тенденции мы с Мариной Шептуновой вот написали вот такую историю, что это русская медсестра, работает в городе Вильянде, в провинциальном городе, спасает молодого человека, который делал на основе, ну, на псих... Ну, недееспособности он женился на молодой женщине, а они вынуждены жить у отчима. Нет, отчим или это свекровь и... Ну, у отца этой девушки. Да, вот. И от этого, от такой ситуации он стал импотентом. А теперь попал, он порезал вены себе, попал в больницу скорой помощи. А там медсестра, которая играет Рита Терехова. И мудрая женщина, она сочувствовала мальчику, потому что он хотел выброситься из окна еще в больницу. И она поставила парня на ноги самым естественным образом. Она переспала с этим парнем пару раз, показала, что все у тебя в порядке. И как мудрая женщина, ну, так сказать, дала ей новую жизнь, ему новую жизнь. И парень даже отблагодарил, типа, ты теперь моя вторая мама. Вот такая история. Она основывается на настоящей жизни опять. Такой случай был в Склифосовском, в Москве. Марина Шептунова после окончания ВГИКа работала там санитаркой. И там была одна такая медсестра, которая ставила молодых людей на ноги, сделали их самоуверенным, снова самым древним способом. И кроме того, есть такой Мастерс и Джонсон, американские врачи, которые именно при психическом импотенции советуют вот этот способ. Я основательно изучил литературу тоже. И вот мы сделали такой фильм. И это был, конечно, скандальный фильм в Эстонии. За короткое время было написано 27 статей. Многие из них очень раздраженные и против. Как я так показываю своих родных людей такими узколобами, такими провинциалами. А русскую женщину я как бы сделал героиней. То есть вся критика была именно на эту тему? Нет, не вся. Вначале видели только это. А потом, после того, когда один священник написал большую статью, что это одна из самых гуманных фильмов, которые в Эстонии сделаны, современных. И когда картина начала получать уже опять международные призы, это была первая эстонская картина, которая выбрала Венецианский фестиваль. Потом он получил главный приз в Мангейме, приз католического жюри, там же Мангейме, в Италии, во Франции. Много призов. А в Венеции получился курьез. Был официально выбран в ту же программу, где была картина Михалкова «Территория любви». Но, оказывается, наш союз кинематографистов послал пленку этого фильма в Пезаро, Италию, на маленький фестиваль. И, оказывается, что там показали этот фильм раньше, чем Венецианский фестиваль. И у меня до сих пор хранится письмо директора Венецианского фестиваля Бираги, который говорит, мы сожалеем, что мы не можем показать вас фильм, потому что он был уже показан в Италии. Наш статут не позволяет это делать. Мне было так жалко. А мог бы быть «Золотой лев», да? Мог бы быть. Не знаю, «Золотой» или «Серебряный». Там Михалков получил «Золотого льва». Но вот это действительно вот такой глупый случай. Но все равно фильм стал знаменитым. Его прокатывали во Франции, во многих местах, но не прокатывали в Советском Союзе. Да. Вообще-то это не очень откровеннейшие женщины. Почему? Съедят. Так, все. Хотя ты, наверное, когда-нибудь потом это поймешь. Да? Да. Так, идем по хронологии виденных мною фильмов «Сердце медведицы». Следующий из них, опять же, фильм на северную тему. Да, я люблю север. Просто люблю. По нескольким причинам. Что мой отец два раза сидел в Сибири. Два раза бежал оттуда, из лагерей. И я хотел видеть эти места. И вот я ездил, когда еще студентом был, и позже, снимая документальные фильмы про сибирские народы, но я старался побывать в тех местах. Это значит, восточная Сибирь, в районе Кузнецк, там есть город такой, там он был в рудниках, в шахтах. И за Байкалье, знаменитый лагерь Нерчинск, где добывали серебро. Вот там отец был второй раз, оттуда он убежал в Китай. Он понял, что на Запад не пропасть. Он был майором Красной Армии, орденоносец, все, с Ленинградского фронта. Он вывел свою батарею из окружения, то есть он был признанным офицером. И в то же время, в 1942 году, по приказу Сталина, всех финнов, сняли с Ленинградского фронта и отправили в Кузнецкий бассейн добывать уголь для страны. Он там побыл месяца 8 и вместе со своим адъютантом при полной форме, при параде, начал ехать обратно на фронт. В Урале его поймали, сняли, сорвали майорские погоны, все медали, ордена сняли и отправили в Нерчинск. А там люди мерли, как мухи, потому что там ртуть вместе с серебром. И тогда отец понял, что на Запад нет смысла бежать. Он убежал на реку Амур и, перейдя реку Амур, провел два года в лесах Манчжурии. Сначала он был там лесоповалом занимался, а потом промывал золотишко. Там были артели золотопромышленников. И вот благодаря двум мешочкам золота он оттуда добрался к концу 1948 года в Эстонию обратно. Почему в Эстонию? Он же финн. И его не арестовали? Ну, я говорю, есть две валюты в России. Одна водка или спирт, а другая золото. А он тогда уже не в форме, конечно. Он уже все скамуфлировался и ехал тихой сапой в сторону Запада. Вот тут они через 8 лет встретились со своей женой еще, которая провел 3 года почти в Финляндии. Вот. И результат этой встречи вот. Поэтому я много ездил по Сибири, по Северу. И вот там, в Восточной Сибири, побывал еще один эстонец. Николай Батурин. Он провел там более 15 лет в качестве охотника-промышленника. Он такой романтический человек. Сначала на море 7 лет был. Потом в геологии экведиции 2 года. А потом был охотником в Сибирской тайге. И он написал два прекрасных романа. «Король королевской избушки» – маленький роман. И большой роман, 500 страниц. «Сердце медведицы». Я в Америке, когда ехал в Америке после «Сестры милосердия», я 7 месяцев много раз прочел этот роман. И я так заболел этой историей, что я решил сделать кино про это. Мне все говорили, что это невозможно сделать. Ты никогда не найдешь такого медведя. И вообще это безумно дорого снимать в Сибири. Но истинно у меня бредовая идея была. И чему я научился у Тарковского? Когда у тебя есть идея, ты доведи его. Иначе ты не выполнишь своего главного задания. Жизненная цель какая у тебя? Вот тогда у меня стала жизненной целью экранизировать этот роман. Самец. Какой великан. Я что, оказался на медвежьей свадьбе? Не подходи. Забирай свою невесту и уходи. Но когда я смонтировал фильм, длина его была 2 часа 11 минут. И тогда мне Манфред Дурник сказал, Арво, я люблю твой фильм. Но ты знаешь, это такой формат, который ни туда, ни сюда. Это не 3 часа и не 2 часа. Пожалуйста, вырежь 11 минут. И мне пришлось ради этого, чтобы он был коммерчески успешным, вырезать 11 минут. И частично из-за этого, вот особенно первая часть картины, она прыгает так. Потом последовательно пошло. Но из живого фильма вырезать 11 минут, это все-таки портит цельность. Фильм «Кружевник». Он не похож на ваши предыдущие фильмы совершенно. «Кружевник» Милости просим. Раз, два, три. За что же вам не спится, а? — Как возникла идея этого фильма? Значит, это явно такая эстонско-российская копродукция. В фильме играют знаменитые русские актеры. — Скажу. — Сценят он был в каком? В 2005-2006 году? — В 2006-м. Вышел на экраны в 2007-м и стал очень популярным. А произошло это потому, что сценаристка Марина Мареева, которая работала для Игоря Толстунова, уже не первый фильм, она не была довольна фильмами, которые там были сняты. И где-то, то ли в Крыму, в каком-то фестивале на юге, «Киношок». Там мы встретились и разговорились, и я показал Мареевой три моих фильма, где в главных ролях женщины «Улыбайся, детка», «Наблюдатель» и «Сестра милосердия». Ей они очень понравились. И тогда Марина Мареева настояла перед Игорем Толстуновым, который главный продюсер четырех фирм, что пригласите этого эстонца. Пусть он снимет нам картину, потому что он как-то очень хорошо справляется с женщинами, особенно с русскими женщинами. Я не знаю, правда это или нет. И вот я вдруг получаю пакет с сценарием, с просьбой. Пожалуйста, прочтите. Не хотите ли вы в качестве режиссера приехать и снять этот фильм? Я прочел. Хорошо написано, но очень многословно. Он же на мотивах чеховских сделал этот сценарий. И он был весь очень литературный. И сначала мне показалось, ну зачем мне снимать это кино? Но в одну ночь я увидел, знаете кого? Юлос Остер, эстонский художник, который, отсидев в Караганде семь лет, пришел обратно в Эстонию, здесь не прижился, потому что женился на московской еврейке, поехал обратно в Москву и стал одним из руководителей, ну, ведущих фигур московского андеграунда, художника. Только что была большая выставка его и художников его круга в Куму. Вот именно, когда мне это стукнуло в голову, что, боже мой, Борис, это же история очень похожа на историю Состера. Хотя Состер в 70-м году умер, а у нас тут на дворе 80-й год, олимпийский год. И вот когда эта идея мне стукнула, тогда я взял и сделал режиссерский сценарий и послал ему. Вот надо иметь вот это внутреннее видение, который все сфокусирует и переделывает для меня. А в оригинальном сценарии не было художника-то университета? Нет, он был, но он был другой. Он был другой. Вот. Во-первых, я сократил диалоги на четверть. Я просил у Толстунова три условия, что только я буду выбирать артистов. Было первое условие. У них уже были готовы сериальные артисты. Они же серии снимают очень много. Все реальные артисты готовы. Лично я буду выбирать артистов. Второе, что я сокращу диалог на 25%. И третье, позвольте мне снимать это с чистовой фонограммы. С чистовой фонограммы не позволили, потому что России тогда не было этой традиции. Не было звукорежиссера или оператора, который мог записать хороший звук на площадке. Вот. И тогда они меня вызвали. Масфильм. Это один из фирм Толстунова. Протель называется. Он в основном производит сериалы телевизионные, но иногда игровые картины. И сначала я тоже наивный человек. Писал, как я думал. Этот сценарий сразу запретили. Слишком много иронии в отношении советской власти. Слишком ну как-то хулиганства много. Тогда я понял. Так. В диалог ничего такого нельзя допускать. Ни шуток политических, ни критического отношения. Тогда я из диалога убрал это, но ввел в действие какие-то вещи, которые мне были интересны. слишком явно было. Опять запретили. То есть я переписывал режиссерский сценарий четыре раза, пока он был принят. И тогда относительно быстро сняли это кино. Еще потребовал, что я, они заставили меня сначала снимать внутри Москвы. Есть под Шереметьевом такие районы, где дачи ну крупных коммунистов там сталинского времени. Они хотели, чтобы я под боком это снимал. Я когда там был, боже мой, там каждые 10 минут летят эти лайнеры, шум огромный, все тесно, никакой природы, никакого пространства. И мы с оператором нашли в 300 километрах на озере Селигер прекрасную натуру. И я попросил, умолял просто, я и оператор, умоляли и доказывали фотографиями, что это идеальное место. Мы снимем вам это кино быстрее, чем здесь, это будет цельное и все на одном месте. И Толстунов мужик умный. Он понял, что да, цельность это очень важно, и быстрота работы ему сэкономит деньги. Я обещал ему снять это кино на две недели короче, чем они запланировали. Они запланировали сначала 48 съемочных дней. Фактически я снял этот фильм за 36 дней. Благодаря чему? Что они согласились построить натурную декорацию прямо там на озере Селигер. Все крупнейшие российские телеканалы показывали его многократно. и как называется это место, где продают фильмы? Горбушка. Горбушка. На горбушке оказывается один из популярных фильмов. Я сам себе купил 6 копий на горбушке. В общем, но производство было странное. В этом смысле, что я уже подзабыл, работая в Эстонии, Финляндии, Швейцарии, я подзабыл, что существует политическая цензура. А на меня повесили четырех цензоров. Во-первых, я сначала хотел взять на главную роль литовского артиста. Нельзя. Хватит нам одного прибалта. Их достаточно. Я хотел пригласить эстонского композитора, саксофониста Лембита Сарзл. Нельзя. Хватит одного прибалта. И вот так дальше. И пока я нашел Диму Певцова, он как раз закончил съемки у Панфилова. Он был там по Солженицыну. Что-то они снимали, и мне так понравилось, что он вжился вот в этот образ человека, который... Ну, практически он был готовый образ. Бритая голова, почти короткий-короткий волос. И решающим для меня был момент, что у нас было одинаковое чувство юмора с Димой. Дима Певцов приехал, я многих сериальных артистов посмотрел, не пошло. И когда Дима приехал, я кинул пару шуток, и Дима точно уловил вот характер этих шуток. Ваша мать! Борис, остановитесь! Борис! Юрий! Юрий, держите его! Борис, верните! Стой! Стой! Куда вы? Борис, верните! Верните! что ты сейчас сказал? Тогда я предложил Диме Певцову прочитать две книги. Во-первых, большой альбом Улеса Остера, и вторая книга была его женой написана история их любви и жизни Улеса Остера. Дима прочел это все, и мы как-то так близко подружились, что очень легко было работать. Обычно ведь такие большие звезды, как Певцов это звезда в России. Смешной момент был. Продюсер Козлов сказал, ну как, он должен быть художником, Певцов он же бандит, он даже не сумеет тебе любовь играть, я говорю, он хороший артист, поверьте мне, так приходилось доказывать, я с тремя разными женщинами, партнерами снимал сцены на берегу Москвы-реки, чтобы доказать им, что Певцов может создать образ художника и человека, который любит. Арво, еще один маленький совсем фильм, о котором я хотел бы вас спросить, это «Эурофлот». Я так понял, что это сатира на эурократию, да? Да, конечно. Сначала я написал вариант такой, что ну там был симфонический оркестр у меня вовлечен, и черные, желтые, арабы, вот такая, ну ироническое отношение к этому эурокомпоту такому. Но там, когда мы просчитали, слишком дорого. И тогда я думал, надо очень простой фильм снять. И я обсудил эту идею с Прит Перн. С кем еще? Он тут был у нас. Вот. Прит, он великолепный. Вот генератор идеи. Мы с Притом придумали эту историю. Простая история, как провинциальная эстонская женщина молодая хочет лететь в Брюссель. И вот начинается катавасе по разным инстанциям евробюрократии. И потом его посылают значит аж на Магадан в один конец. Как европейцы оценили вашу иронию? Да, они сказали it's very twisted story. То есть повернута and very ironic. Show it. Куда едем? Everywhere. Здесь только Владивосток и Магадан. У окна? Да. У окна. Один конец. No, 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 no. I don't want one. I don't want one. Я не хочу. I don't want one. My darling. My darling. My darling. My darling. My darling. Опять дают задержку до 8. Но я не хочу раскрыть все карты. Я готовлю снимать кино еще. Что? Не скажу. Современное. Дай бог. Дай бог. Удачи вам. Да, спасибо. Удачи. Оро. Ну, и вам тоже удачи, уважаемые телезрители. Это Артемий Троицкий. Программа «Незнайка на Луне». В гостях у нас был кинорежиссер, замечательный фотограф, живая легенда. Ару Ихо. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Он выбрал очень хорошую позицию. «Незнайка на Луне». Я ни черта не знаю и могу задавать всякие, так сказать, глупые вопросы. Это хитрая позиция, очень удобная. Но зато это дает свободу разговора гостю. Мне было очень приятно. Я извиняюсь, что мы так, что я переболтал минут 10, наверное. Вы режете. Я вообще, ну, не то чтобы фанатик Андрея Тарковского, но это один из моих любимых режиссеров, а «Сталкер» это мой любимый фильм Тарковского. Поэтому все вот эти закулисные истории по поводу «Сталкера» мне было невероятно интересно это все узнать. Очень жаль, что на самом деле разговор наш должен был бы длиться часа два, потому что я хотел бы расспросить гораздо подробнее о более поздних работах «Арву Ихо». Сделать это удалось, но в таком уже сугубо авральном режиме.